Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня новая серия на проекте Amazon Holy Play. Сегодня будет новое видео, в котором мы поговорим про то, куда можно потратить лаунчеры семьи, получается. Недавно добавили такую темку, что есть такие ваучеры, которые можно зарабатывать разными способами. Это либо выиграть в войне семей, зарабатывать с помощью Payday, у кого больше онлайн, и зарабатывать с помощью того, что проходить ежедневные задания. Если вы проходите ежедневные задания, полностью 3 задания, то семья получает 0,2 ваучера. То есть есть 3 способа, как их зарабатывать. Наша семья сейчас самая активная, и у нее больше всего ваучеров на проекте. Поэтому я так задумался, куда их можно вообще потратить, пока не вышло обновление. То есть как бы ваучеры есть, но обменника, куда можно их потратить, пока что нету. Именно поэтому я сидел, подумал и придумал несколько идей, куда можно их потратить. То есть какие призы можно придумать, чтобы их потратить. И как бы это чисто будут мои мысли, я не знаю, будет ли это кому-то интересно, я надеюсь, что да. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте вводить мой промокод, пишите капсом Кирилл Гейм. И получайте за промокод 150 тысяч рублей мой промокод, можно вводить на любом серии Мазинкули Плей. Итак, начнем с того, что как бы я повторюсь, то что это чисто мои мысли. То есть не факт, что это добавят, как бы это чисто мои мысли. То, что я придумал лично сам. То есть я сам придумал, записал у себя в телефоне, получается, в заметках. То есть у меня такое частенько бывает, что я там что-то придумываю, записываю, чтобы не забыть. И именно это сегодня та самая ситуация, в которой я вам расскажу, свои мысли, как бы поделюсь с вами. Поэтому всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, первое это уникальный интерьер в особняке Фомы. То есть сейчас в особняке интерьер очень ужасный, я считаю, что он уже давно устарел. Этому интерьеру уже, наверное, больше двух лет. И его уже нужно поменять, потому что он реально уже очень сильно бесит. Ладно, если его нельзя просто поменять, допустим, сделайте, чтобы это можно было сделать за ваучеры. То есть если, допустим, человек покупает особняк, у него будет вот такой стандартный интерьер. Если он хочет что-то поменять, он должен там, допустим, потратить 500 ваучеров, либо 1000 ваучеров на новый, красивый, уникальный интерьер. Который будет реально четенький. Потому что, повторюсь, интерьер то, что сейчас, это просто ужас. Он реально уже очень сильно надоел. И хочется, наконец-то, увидеть новый интерьер. И если вы хотите добавлять его бесплатно, то сделайте его просто за ваучеры. Чтобы у людей была возможность изменить его. Потому что, ну реально, это очень жестко, то, что этот интерьер не меняют. Итак, второй пункт, это тюнинг личных автомобилей в семье, именно. Личные автомобили семьи, которые вы покупаете там в автосалонах. То есть добавить возможность ставить на машины чип-тюнинг, хотя бы как минимум. А лучше еще и улучшение бака. Вот чип-тюнинг и улучшение бака больше, в принципе, ничего не нужно. Я считаю, по личной машине можно тюнинговать. Почему нельзя сделать возможность тюнинговать, как бы, транспорт семьи. Я думаю, это было бы круто, то, что, как бы, можно чип хотя бы поставить. Ну, за те же ваучеры, получается. Было бы это реально очень круто. Потому что, как бы, машины с автосалона, то есть, ну, они стоковые. Они, как бы, ну, не так сильно быстро едут. А если на тачке можно будет ставить чип-тюнинг на машины семьи, это будет очень круто, то, что машины будут ездить одинаково, как машины личные игроков. Поэтому, было бы круто, если бы давали возможность хотя бы ставить чип-тюнинг на машины Фомы. Третий пункт, это уникальная одежда, чтобы выделяться среди других игроков, или просто выглядеть красиво и необычно. Ну, то есть, допустим, за ваучеры можно будет, там, допустим, купить какие-то скины. И эти скины можно будет выдавать, допустим, членам семьи. Там, на первый ранг, на второй, на третий, на четвертый, на пятый. То есть, это было бы круто. И, допустим, если человек выходит из семьи, одежда бы эта пропадала. Вот, допустим, человек, там, вышел из семьи, автоматически у него эта одежда пропадает. То есть, использовать он её не может. А вот, допустим, если вы состоите в семье, то вы можете пользоваться этой одеждой, как бы её одевать, либо снимать. Хотя, ну, скорее всего, чтобы её вообще нельзя было снимать. То есть, если ты в семье, у тебя будет этот скин. Если ты хочешь без этого скина быть, то выходи просто из семьи и всё. Да, возможно, это как бы будет лишнее, то, что, типа, скины там и так далее. Но, было бы круто, знаете, то, чтобы, я не знаю, какие-то были красивые скины. Там, допустим, на спине надпись, там, семьи, там, допустим, FamilyKirillGame, да? Ну, я знаю, то, что это трудно будет реализовать. Но, было бы реально круто, то, что люди бы выделялись просто из семьи. Задумка, конечно, интересная, но, возможно, это будет лишнее. Итак, четвертый пункт. Это отдельный голосовой чат для удобного общения. Я думаю, все знают, то, что на проекте Amazin HolyPlay есть голосовой чат. Он есть, как бы, обычный, есть рация. Но, было бы круто, я считаю, то, что сделали бы голосовой чат именно в семье. То есть, чтобы люди могли общаться между собой. Да, понимаю, это уже тема, как бы, всплывала, в принципе, и ранее, как бы, эта идея. Но, блин, я не знаю, почему они не хотят это реализовать. Да, я понимаю, то, что там можно запутаться, потому что есть рация во фракции, есть голосовой чат в семье. Ну, просто сделать настройках, как бы, выключить голосовой чат семьи просто, либо выключить рацию и все. То есть, люди, я думаю, поймут то, что там, допустим, на одну клавишу у них рация, на другую клавишу у них семья. То есть, просто делать возможность выключать, получается, именно рацию семьи, либо просто сделать именно рацию семьи, там, допустим, с четвертого и пятого ранга, только чтобы она была доступна и все. А для первых, вторых, третьих рангов она работать не будет. Пятый пункт, это уникальные аксессуары, например, бита, кепка, очки, бронежилет, рюкзак, браслет. Да, возможно, это тоже будет лишнее, в принципе, как и уникальная одежда, но все равно было бы круто, если, допустим, можно было бы там выдавать какие-то аксессуары. Конечно же, они, как бы, не продавались бы, то есть, если человек в фоме, он, как бы, не мог бы их продать, как бы, забрать с собой он тоже их не может, и все. Что, допустим, выходит из семьи, они также автоматически у него забираются, то есть, они становятся недоступны, поэтому, я считаю, это было бы круто, ну, в принципе, я не знаю, может, это реально лишнее, но это всего лишь мои идеи, как бы, я сидел, думал, сам придумал, поэтому, как бы, ну, у меня такие вот идеи, пацаны, я не знаю. Но я считаю, было бы круто хотя бы добавить какой-то там рюкзак или там фомы какой-то, типа, тоже с названием, возможно, ну, то есть, чтобы люди выделялись, то есть, чтобы эти ваучеры давали возможность конкретно выделяться другим семьям. Я не знаю, что они добавят за эти ваучеры, то есть, пока что неизвестно, за это вообще никто ничего не говорил, то есть, ни Федя Чу, ни Рудольф, ни Кирилл Краснов, он же Кирилл Литвин, никто ничего про ваучеры вообще не говорит, просто все молчат, и никто не знает, что за них добавят. Поэтому я решил сам, как бы, придумать. Шестой пункт, это личное мини-казино в особняке. Возможно, это тоже личное, но было бы круто, я считаю, то есть, сделать там ставки от 10 до 100 тысяч максимум, то есть, чтобы люди, как бы, не совсем играли постоянно в особняке, а чтобы они еще ездили в казино. То есть, личное казино, это было бы круто, чтобы члены семьи могли играть между собой, типа, там, знаете, стол такой стоит, там, собрались человек, там, 10-15, от 10 до 100 тысяч играют. Это, я считаю, было бы круто, и, допустим, процент из этой ставки шел бы, там, ну, 10%, допустим, семью, да, получается, чтобы какая-то комиссия была, типа. Седьмой пункт, личная музыка в особняке, либо кинотеатр. Да, это сложно реализовать, особенно кинотеатр. Я знаю то, что в МТА есть кинотеатры, типа, это у них там нормально, то есть, у них там все работает. То есть, было бы круто, если, ну, то есть, если бы разработчики сделали такую возможность, допустим, купить за эти ваучеры, получается, музыку в семью. Да, я знаю то, что можно там поставить просто колонку, либо там на машине просто музыку послушать, но было бы круто, если бы прям в особняке, вот конкретно в особняке, была бы там своя, получается, музыка, то есть, там, какой-то музыкальный центр большой, допустим, либо какая-то комната. То есть, это было бы круто, если бы, там, знаете, навалил музончик, собрались там Фому, танцуете, там, выпиваете, возможно, там, по РП, все. Это, я считаю, было бы круто, потому что ставить там колонну, точнее, либо машина, это будет не то. А вот конкретно, если добавят в особняк прям музыкальный центр, это было бы реально круто. Насчет кинотеатра, я имею ввиду то, чтобы была возможность смотреть, допустим, YouTube, то есть, чтобы мы там собрались, допустим, там отдельная комната, собрались там, например, и смотрим там YouTube-чик вместе, там, допустим, мои видосы, либо там Федючу смотрим стрим, то есть, это было бы тоже очень круто, но я понимаю то, что это очень сложно будет реализовать, именно кинотеатр, музыку, возможно, не смогут реализовать, а вот конкретно кинотеатр, я думаю, реализовать они, скорее всего, не смогут, к сожалению, но это было бы реально очень круто. Итак, восьмой пункт получается, это с холодильник с возможностью пополнить голод, раньше уже такое было, помните, давненько, где-то год назад, перед глобальным обновлением, была возможность, как бы, стояла, так сказать, аптечка возле холодильника, и там можно было вылечиться, то есть было бы круто, если бы хотя бы можно было пополнять голод, как бы, чтобы не полностью вылечиться, просто пополнить голод, чтобы не ехать, допустим, в А4-7, не хавать, его просто можно было бы покушать именно в особняке, потому что, ну как бы, в особняке есть кухня, но функционала в ней никакого нету. Девятый пункт, это уже такое, знаете, моя уже прихоть такая, скидка 40% на оплату особняка, потому что очень много денег уходит, вот в месяц на оплату особняка я плачу на 40 дней, но уходит где-то, ну, 5 лямов, мне кажется, вот я не знаю, сколько точно, 5 тысяч в час уходит на оплату особняка, ну, блять, приличная сумка получается, там больше 50 тысяч, получается, в сутки уходит, то есть это реально много, то есть в месяц уходит там около 5 миллионов. Да, я понимаю то, что, ну, семья, как бы, это не дешевое удовольствие, и нужно там много бабок вкладывать, но было бы все равно круто, если бы они сделали возможность хотя бы купить скидку на оплату особняка 40%, чтобы хотя бы немножко экономить. Десятый пункт, возможность отслеживать машину семье. Пацаны, вот это реально будет полезная тема, потому что, блять, ну это пиздец просто, постоянно бросают машины, и некому вставить пизделей за это, потому что ты не понимаешь, кто на этой машине последний ездил. И это реально очень сильно бесит, потому что спамнишь машины, через 5 минут, блять, их нет, они везде валяются, и никто как бы ничего не знает, понимаете, некому вставить пиздюлей за это. И было бы круто, если бы можно было отслеживать, кто едет на этой машине, кто последний ездил на этой машине, чтобы сразу видеть виноватых, кто ее бросил, кто ее сломал, кто ее там разбил и так далее. Это было бы реально круто именно для владельцев семьи, потому что, блять, спамнить каждые 5 минут машины, ну это никаких денег, блять, не хватит, понимаете. Следующий пункт, это одиннадцатый, автоматическая чистка неактивных игроков. Можно будет на столько-либо дней неактива игрока в семье. Например, если игрок не зашел в игру в течение 5 дней, система автоматически выгоняет этого игрока из семьи, кроме, конечно, основателя семьи и ее заместителей. Это очень необходимо добавить, так как многие просто забрасывают играть на время или навсегда по разным причинам. Но по-прежнему состоят в семье, и за них снимают деньги. Чистить семью через панель F-меню или через чат-лох очень неудобно. Я по себе, пацаны, знаю, вот я недавно чистил фаму 700 человек, понимаете. 700, мать его, человек, и из этих 700 осталось 400. Но я на это потратил сколько? Ну, где-то больше часа, понимаете, я на это потратил, чтобы почистить семью. Поэтому я считаю, это тоже необходимая вещь, потому что, ну, в большой семье, особенно в активной семье, вот у нас самая активная семья, как бы, на Red сервере. Я не знаю насчет остальных серверов, но я знаю то, что на Red сервере у нас самая активная семья. И, блять, у нас в день онлайн там по 80-100 человек. Ну, и в семье постоянно много людей, и я каждую неделю чищу, как бы, стараюсь это делать. И очень неудобно, вот через F-меню вообще нереально чистить, то есть, ну, попробуйте просто, это пиздец. Через чат-лох я чищу, и то это тоже занимает много времени. Так, следующий пункт, это разделение ресурсов склада. Есть склад в особняке, я думаю, ни для кого это не секрет, то, что есть склад, как бы, туда можно ложить все, что угодно, по-моему, кроме денег, да? Деньги туда вроде нельзя ложить. И, короче, проблема в том, то, что его нельзя так, знаете, настроить, типа, его можно либо сделать там для определенного ранга, его даже закрыть нельзя, по сути. Его даже закрыть нельзя. Я закрываю склад с помощью того, что делаю склад с пятого ранга, и никто оттуда ничего брать не может. То есть, я считаю, нужно сделать возможность для основателя семьи, который купит улучшение, самому в панели F-меню настроить, кто сколько может брать. Например, игрок может взять в день максимум 200 патронов, 100 материалов и 30 грамм наркотиков. Таким образом, и основатель будет спокоен, и игроки смогут взять ресурсы при необходимости. То есть, это тоже реально полезная темка, потому что открытый склад я не могу оставить, потому что, по-любому, есть люди, которые захотят его слить, просто захотят все забрать и выйдут из семьи. Вот именно поэтому, я считаю, нужно добавить возможность просто выставить, сколько там, допустим, игрок может взять материалов, патронов и так далее. Это реально было удобно, и в принципе, подобное можно сделать, я считаю, даже в организации. То есть, допустим, в мафии, в ОПГ можно сделать то же самое. Получается, у нас 13 пункт, это надпись семьи, в которой состоит игрок. Например, надпись вверху, сбоку, посередине игрового персонажа. Нужно это для того, чтобы люди знали, кто в какой семье состоит, да и в целом выделяться. Ну да, это было бы круто, потому что, по сути, не видно, кто в какой семье состоит, как бы. А так бы, хотя бы была какая-то надпись, которая показывала бы другим игрокам то, где состоит. Просто, допустим, некоторые, чтобы видеть, чтобы человек из семьи, типа, просят поменять ник. Но не у всех есть возможность, либо желание менять ник, поэтому было бы круто, если просто добавили возможность, как бы, купить, допустим, ту же самую, типа, галочку для семьи. Чтобы у игроков была надпись, допустим, сверху ника, либо посередине игрового персонажа, в какой семье он состоит. Ну, чтобы это была такая, знаете, аккуратная надпись, в принципе, небольшая. Но я считаю, это было бы нормально. Четырнадцатый пункт, не знаю, насколько он полезный. Возможность приобрести уникальный автомобиль. Не просто какие-то ведра, недорогое или спортивное авто, а именно полезная машина, которая пригодится для конкретных дел или целей. Например, военный грузовик с кузовом или личный большой автобус. В эти машины можно поместить много игроков, тем самым полным составом на одной машине доехать до нужного места. А не брать 5-10 машин, каждый едет по-своему, а так загрузили все в одну машину, тем самым привлекая меньше внимания и точно все доедут туда, куда нужно. Можно, конечно, пацаны и другие машины добавить, как бы не обязательно именно КАМАЗ. Вот почему-то мне в голову пришел только КАМАЗ. Можно, конечно, какие-то другие машины придумать. Я не знаю, насколько это необходимо вообще, но все равно было бы круто, мне кажется, то, чтобы у Фомы была такая возможность купить себе грузовик, либо автобус, хотя бы, как минимум. Как бы, я думаю, в этом проблем, в принципе, нету, это можно спокойно реализовать, поэтому было бы реально очень круто. Либо можно еще, кстати, купить катер для Фомы. Вот, допустим, у нас особняк есть и у нас сзади есть речка. Ну и можно, допустим, там какой-то катер добавить, либо еще что-то. Ну и пятнадцатый пункт, это возможность увеличить слоты для машин семьи. На данный момент максимум можно иметь 10 машин, пацаны. Если вы не знали, максимум можно в Фоме иметь 10 машин. Но, пацаны, у меня в Фоме очень много людей, я об этом уже говорил. И то есть день реально там 70-80 человек стабильно играют одновременно. И машин не хватает. Реально, их не хватает. И было бы круто, если бы добавили, допустим, там еще 4 машины, чтобы можно было покупать. Просто, допустим, там расширить немножко гараж на 4 места, и чтобы можно было покупать больше машин. Потому что, ну реально, я спавню тачки, через 5 минут их уже нету. Игроков там 70-80 человек, кому-то нужно куда-то доехать, и все. Ну, реально вот это каждые 5 минут заспавните машину, заспавните машину, и все. А так, если сделаю хотя бы 14 машин, будет немножко попроще. Ну что ж, на этом, как бы я, в принципе, вам все рассказал. У меня всего лишь 15 пунктов, которые я лично придумал. Из своей головы взял, как бы, ушло у меня на этот час. Я еще, если честно, это придумал больше недели назад. Просто решился записать видео только сейчас. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.